Девушки отдыхают В истории борьбы чемпионат мира по дзюдо, в котором параллельно с мужчинами выступали женщины. Смело можно утверждать, что заслуга в зрительском успехе чемпионата принадлежит женщинам-дзюдоисткам, их обаянию, мастерству. Об их выступлении наш рассказ. Прежде всего было интересно, как выступят в компании многоопытных искушенных соперниц советские участницы. Ведь пятый чемпионат мира стал для них дебютом в высшем обществе. Скажем сразу, особых лавров мы не снискали, но и неудачным выступлением советских спортсменок назвать нельзя. Впрочем, судите сами. В абсолютной весовой категории Ирина Емельянова, номер 855, сразу же встретилась с неоднократным призером, чемпионкой мира и Европы, ПАК из Франции, номер 718. Сначала осторожно. Чувствуется, что француженка остерегается соперницей, так как превосходство в росте дает Ирине фору. ПАК надежно контролирует захваты, легко парирует попытку броска передней подножкой. К сожалению, Ирина не использует свое преимущество в росте. Она сильно сгибается, что сковывает ее передвижение. Ирина Емельянова неплохо владеет переворотами ногами в борьбе лежа, но ПАК умело использует близость красной зоны и уходит от этого. Общая беда наших спортсменок. Неумение готовить атаку. Броски проводятся прямолинейно, с местом, без предшествующего выведения из равновесия. Посмотрите, как работает руками ПАК. Загружает ноги соперниц. Движение вперед и выход на бросок через бедро. Обратите внимание. Начав борьбу, спортсменки сразу смещаются к красной зоне. И при срыве атаки оказываются за татами, не давая контратаковать себя. Остойчивая борьба за захват. Кто первый? Вот ПАК повела соперницу на себя и тут же попыталась провести боковую подсечку. Идет вторая половина поединка. Понятно, что Ирина освоилась. Стала увереннее передвигаться, работать руками. Но опыт ПАК сказался. Емельянова увлекается атакой и дает захватить свое кимоно на спине. Следует выведение из равновесия и задняя подножка на пятки. Оценка КОКа. Этот бросок решил судьбу встречи. Наша дюдоистка выбыла из борьбы. А француженка в итоге стала обладательницей бронзовой универсии. Американка Пэник в среднем весе до 66 килограммов досталась сопернице чемпионки Советского Союза Елене Елизаровой. Номер Пэник 557. Елена Бойко разыграла дебют. Вождая в атаку. Однако она торопится. Не готовит, как следует, свой любимый бросок задней подножкой. Захват надежный. А выведения из равновесия нет. Но вот серьезная проверка мастерства. Борьба лежа. Оказалось, что здесь у Елизаровой пробелы в подготовке. Она практически не ведет борьбу. Не атакует. Хотя ситуация благоприятная. Это тактическая ошибка. Всю первую половину схватки Елена старалась опережать соперницу в захватах. И ей это удавалось. Но одна неточность. И тут же пропущен бросок через спину, оцененный судьями в Азаре. И сразу, без паузы, Пэник атакует в борьбе лежа, пытаясь провести переворот на спину. Такая активность ей на руку. Ведь время с этого момента работает на нее. Наконец, Елизарова атакует. Однако американка сгруппирована. Шансов на успех мало. Физически сильная спортсменка, Пэник встает даже с соперницей на плечах. Приятный для нас момент. Елена первый берет захват и мгновенно бросает задней подножкой. Оценка ЮКОН. К сожалению, ничего не значит. А право же можно было дать в Азаре. Времени мало. И советская зюдоистка еще больше торопится. Так прямолинейный бросок не проведешь. И вновь Лена практически отказывается от атаки в борьбе лежа. А это, наверное, единственный шанс отыграть в Азаре. Такая пассивность переводит к печальному финалу. Терезарова сама попадается на удержание и пройдет. Пожалуй, эти слабые попытки уйти от удержания тоже следствие нелюбви к борьбе лежа. Важнейшей в составной части зюдо. Да, есть над чем поработать дома. Полусредний вес до 61 килограмма. Чемпионка Советского Союза Натария Гулеватова, номер 455, против Соколи, Генгри, номер 424. Показываем всю скоротечную схватку. Наталья проведет сейчас отличную комбинацию. Плотный захват за отворот, движение на бросок через бедро влево и красивый бросок через грудь. С фиксацией удержания. И понт. Чистая победа Натальи Гулеватовой. А прошло всего 15 секунд. Наталья готовится ко второй схватке. Следующая ее соперница опытная австрийская зюдоистка Леннер, номер 404. Хорошая попытка бросить через спину. Но мешает техническая погрешность. Опорная нога фактически не работала. Обратите внимание. Все классные дзюдоистки, оказавшись в положении лежа, мгновенно переходят в атаку. Это тенденция современной кольпы. Леннер сильна физически. Чтобы ее бросить, нужна отличная техника. А здесь таз не доворачивается, не включается в бросковые движения нога. Вот показательный фрагмент зюдо. Какая плотная борьба. Зашагивание. Попытки зацеп. Борьба за инициативу. А это выведение из равновесия заслуживало, пожалуй, оценки Кока. Гулеватова старается активно бороться лежа. Астрийка, однако, умело защищается ногами. И так поединок идет к концу. Гулеватова явно активней. Но как все-таки много значит опыт. Долго ждала Леннер ошибки от своей менее искушенной соперницы. И добилась своего. Выходя из очередной атаки, Наталья оставила впереди ногу. Тут же следует техничный зацеп изнутри. И без остановки прорыв на удержании поперек. Что ж, это первый чемпионат для нашей спортсмены. Опыт делан оживной. А выступила Гулеватова на хорошем уровне. Китаянка Ли. Немного не повезло Татьяне Кувшиновой. Вес за 48 килограммов. Первый же выход на татами и сразу против будущей чемпионки мира. В тот момент, правда, никто не знал, что Ли, номер 109, ей встали. Любимый бросок Кувшиновый. Подхват влево. Но попытки его провести были неподготовленными. Чувствуется, что Татьяна не очень готова к жесткой борьбе. Она уступает захват сопернице. Позволяет атаковать. Стоянка выигрывает в скорости. А это много в современном дзюдо. Есть у нее в технике погрешность. Низкая стойка. Недостаточный подворот при бросках через спину. Но все это компенсируется целеустремленностью, физической силой, большой моторностью. Попытки Татьяны бросить с одним захватом, конечно, ничего не дает. Одна из последних атак Кувшиновой. Но руки отстают. Нет выведения из равновесия. А вот неправильная защита ногами. Их надо скрестить плотнее у своего подколенного сгиба, чтобы прочно охватить ногу атакующей. Здесь же все заканчивается удержанием сбоку. Неумение уходить от удержаний очень подвело наших дзюдоистов. Обратите внимание, как технично ли выключило левую руку соперника. Жарковато не только на татаме, но и в пресс-центре. У журналистов много работы. Познакомившись с советскими участницами, Расскажем теперь о событиях в некоторых весовых категориях, Расставив их по традиции от налегчайшей до сверхтяжелой. В налегчайшем весе Ли, выиграв несколько схваток, вышла в финал. Я встретила очень достойную соперницу, японскую дзюдоистку Ясаки, номер 131. Встреча началась без разведки. Китаянка сразу попыталась провести бросок через спину с колен, коронный прием китайской борцовской школы, и без остановки атака в борьбе лёжа. Но японка умело защищается и в свою очередь пытается провести переворот под садом голенью с переходом на удержание. Кстати, прием характерный для японского дзюдо. Вот попытка Ли бросить через спину, и преследование с угрозой удержания. Однако Ясаки защищается очень грамотно. Такова тенденция дзюдо. Умеешь бороться лёжа, практически гарантирован от неприятностей. Интересная попытка Ясаки провести подсечку и мгновенные контратаками. Ли, тем введение борьбы высочайший. И это при том, что участница финала проводит четвёртую схватку за день, и каждый требует полной отдачи сил. Отличная готовность. Последняя секунда поединка. Ли побеждает с минимальным преимуществом. Она чемпионка мира. Предварительные соревнования. Полусредний вес. Дзиндлерово, Чехословакия, номер 453. Центр Великобритании, номер 420. Острый борьба за захваты. Чтобы ограничить передвижение соперницы, Дэл, взяв захват, старается загрузить её ноги. Зиндлерово ведёт борьбу эмоционально, агрессивно, но Вел трудно найти сейчас равных в тактике действий над татами. Все поведение англичанки рассчитано на случай определения победителя по мнению судей. Она постоянно в атаке. Удачно использует близость красной зоны. Вот попытка броска через спину с колен с преследованием в борьбе лёжа. И вновь острая атака. Трудно молодой чехословарской спортсменке противостоять чемпионке мира 1986 года. Судьи отдали предпочтение спортсменке из Англии. Дэл вышла в полуфинал. Здесь она встретилась с японской дзюдоисткой Мошида. Номер 431. Дэл отлично владеет бросками через спину влево и вправо с различными захватами, причём выполняет их, как правило, в красной зоне. Это тонкости тактики дзюдо. Атакующие в красной зоне имеют преимущество. Но нужна отличная техника, чтобы в случае срыва броска оказаться за татами, не дав сопернице контратаковой. Вот японка пытается провести боковую подсечку. С этим подсечку изнутри. И тут же атака в борьбе лёжа. Но Белл за краем татами. Теперь англичанка сбивает соперницу на колени и мгновенно атакует удушающим приёмом. Мошида умело срывает захват. И вот она уже в контратаке. И всё же Белл выглядит предпочтительнее. Действует поострей сопернице, в чём мы можем лишний раз убедиться. Поединок заканчивается без оценок за технические действия. Но Белл уверена в своём преимуществе. И не ошибается. Она в финале. Второй полуфинал в полусреднем весе. Ротке, США, номер 457. Олехнович, Польша, номер 444. Посмотрите, как атакует американка. Захват, выведение из равновесия. И лишь после этого попытка броска. Ротке хорошо владеет бросками через спину. Практически нет атак с места. Цызоиски в постоянном движении. Субтитры подогнал «Симон» Отчаянная борьба за захваты. Нередко спортсменки используют при этом низкую стойку, чтобы было удобнее взять захват. В этой встрече Ротке атаковала значительно чаще. Причём действовала плотно, без паузы. Сразу переходила на преследование в борьбе лёжа. Олехнович не новичок на татаре. Она защищалась уверенно. Но этого для победы мало. И судьи отдали предпочтение американские спортсменки. Польская джудаистка реабилитировала себя в поединке за третье место, проведя против Гаспар из Португалии техничную посадку влево с оценкой Кока. В этом единоборстве представляет интерес борьба лёжа за захваты. И здесь преимущество чаще у Олехновича, её, наверное, 444, ставшей бронзовым призёром чемпиона. Вот один из фрагментов, дающий представление о характере борьбы в этой встрече. Финал. Ротке-Белл. Ротке удается первой взять захват. Она сразу загружает ноги соперницы и пытается провести бросок захватом за голень снаружи. Заметьте, вся борьба идёт в красной зоне. Проиграв в начале поединка оценку Кока, американка настойчиво искала возможность отыграться. В конце поединка Белл немного пассивна, но это умелая защитная тактика. Отчаянно атакует Ротке. Нередко ей удается первой взять захват. Она пытается провести бросок, но тщетно. Белл отлично контролирует ситуацию. Продолжение следует... Английская дзюдоистка становится двукратной чемпионкой мира в полусреднем весе. Средний вес. Уже знакомый нам Пенник в США борется против канадки Грифс, номер 508. Конкуренция в этой весовой категории была очень серьёзной. Такая яркая техничная дзюдоистка Пенник заняла лишь пятое место. Посмотрите, как интересно борется американская спортсменка Лёжа. Пытается взять захват. Активно работает ногами, стараясь провести переворот. Действительно, борьба Лёжа становится всё более весомым компонентом дзюдо. Вот фрагменты такой борьбы. КОНЕЦ Грифс разочарована. Побеждает, по мнению судей, американка. Встреча за третье место. Сосаки, Япония, номер 531. Хан, Голландия, номер 523. Вновь наглядный урок современного дзюдо. Борьба за захваты, выведение из равновесия и лишь после этого попытки бросков. Борьба очень плотная, активная. А как перемещаются спосменки, площадь опоры сохраняется постоянно. Центр тяжести практически не смещается. Движения мягкие, цепкие. Борьба! Попытка на подхват, и тут же контратака лёжа. А тогда необходимо уйти в безопасное положение, удачное использование боевых красной зоны. В один из моментов поединка Сосаки сумела перейти на удержание. Посмотрите, как она головой выключила правую руку голландки. И та беспомощна. Бронзовый медаль у японской цидаистки. В один из вечеров улицы Эссена опустели. Жители города собрались во дворце спорта поболеть за свою соотечественницу, Шрайбер. И вот наступило время финала в среднем весе. Шрайбер, ФРГ, номер 519. Дидье, Франция, номер 518. Судец Ансор Кибрусашвили, судья международной категории, заслуженный мастер спорта СССР. Дидье, чемпионка мира 1986 года, пожалуй, считалась фаворитом. Но на этот раз ей не повезло. А схватка получилась уформной, захватывающей. В ней мы увидели все, чем богато цюдо. Высокая техника, атаки в движении, активная работа руками. Дидье, Франция, номер 519. Этот фрагмент – пример умелого использования красной зоны. Наступает кульминация поединка. Драматическая для францужин. После попытки броска через спину с колен, Шрайбер проводит блестящий подхват изнутри вправо. Ипон. И это в финале чемпионата мира. Яркая и убедительная победа. Исполнились и превратились в радость надежды болельщиков. В тяжелых весовых категориях властвовала китайская дзизаистка Гао. В абсолютной категории ее соперницей была опытная Бергманс из Бельгии. Номер 605. Заметно сказалась разница в весе. Ведь Бельгийка выступает в полутяжелой категории. Гао воспользовалась надежной и простой тактикой, которая уже принесла ей одну золотую медаль в первый день соревнований. В тяжелом весе. Она переводит соперницу в борьбу лежа и пытается прорваться на удержание. В таком ключе проходят встречи. Бергманс. Пятикратная чемпионка мира. Умеет контролировать ситуацию. И первое время ей это удается. Но в конце концов Гао добивается своего. Спортсменка из Китайской Народной Республики удостоена второй золотой медали. Татами Эссена стала счастливым для нее. Состязания в абсолютной категории всегда венчают в турнирах. Мы, однако, хотим закончить показ финалом в полутяжелом весе. Повторение финала чемпионата мира 1986 года. Бергманс против чемпионки мира голландки Де Кок. Поединок получился исключительно напряженным. По технической оснащенности. Бергманс и Де Кок сейчас почти не знают себе рамы. В их аршенале приемы из самых разных групп. Спортсменки хорошо изучили друг друга. Их встреча всегда проходит в равной борьбе. И это не стало исключением. Но Де Кок провела свою партию целеустремленней, эмоциональней. И победила с минимальным преимуществом, как и на предыдущем чемпионате. Счастлива победительница. А мы уже думаем о 1992 году. О Барселоне. Где состоится дебют женского дзюдо на Олимпийских играх. Хочется верить, что зрители будут приветствовать на пьедестале почета и советскую дзюдоистку. КОНЕЦ